Мы продолжаем путешествовать по Пермскому краю и через четыре часа попадаем в страну древней чуди Кудым-Оша, в Парму, в земли коми-пермятского народа, в Кудымкар. По древней легенде богатырь Кудым-Ош, родившийся от колдуньи, а отцом его был медведь Ош, воспитывался в семье Пама, жреца. Кудым-Ош основал Кудымкар. Первым делом мы отправляемся в Пешнигорд на реке Инве, древнюю землю чуди-белоглазой, которая, по легендам, закопала здесь несметные богатства. В Пешнигорде мы побывали в замечательном этнопарке, заветный клад. Мы идем в этнопарк в селе Пешнигорд. Какой-то водоемчик. Этнопарк «Заветный клад» называется написано. Пахнет обалденно, гераньки цветут. Как будто попали в 80-е. На самом деле, ощущения такие. Так, ну вот, мы пришли. Можно сказать, что уже ремонт сокращается. Уже меньше сейчас километров. Река, сказали, называется Инва. В общем, добрый день, дорогие друзья. Очень, очень рады, что вы сегодня отложили все свои дела и приехали, чтобы окунуться в историю коми-пермятского народа. На нашу доброжелательную землю. Пообщаться с нашими добрыми и приветливыми людьми. И первое, что вы, конечно, видите на коми-пермятской земле, это этнопарк «Заветный клад». Это маленькая частица большой истории коми-пермятского народа, которую передал нам наш знаменитый земляк, писатель, фольклорист Василий Васильевич Климов. И именно он все это оставил в книге «Заветный клад». И вот благодаря вот этой вот книге «Заветный клад» мы дали мы название нашему этнопарку. Ну, конечно же, в этом этнопарке вы прикоснетесь к большой истории народа «Чудь», который оставил после себя неразгаданные тайны, множество заветных кладов, ну и, конечно, интересных названий. И самое интересное, что вы сегодня найдете тот самый «Заветный клад». То есть вы приехали не зря. Ну что, вы готовы прикоснуться к истории? Да, что делать. Тогда я прошу вас пройти в этнопарк, но с ним надо поздороваться. Сказать ему «Бурлун», то есть «Добрый день». Бурлун! Заходим. Иглашаем. Бурлун! Ой, смотрите, «Заветный клад» на графический парк. Камень такой классный. Дорожка. Так хорошо пахнет природой. О, смотрите, кто. Бурлун, Дона Йоркес. Классно. По легендам Василия Васильевича Климова, мы вредный морд, противный. Но это он все не противный. По легендам Василия Васильевича, ну и вообще по рассказам наших предков, наши люди, которые населяли Памятскую землю, верили в богов. Вот, и Чикыш, это женщина, которая умела колдовать, которая знала много заговоров и наводила страх на людей. Вот январь, например, ково, чтобы ссоу карманан твои, а то умальмортес вермаса тянас бомджавны. Вот мы. А это не касаемый бюджет, в большом взгляде, с бур, с женской и все, где. Да, буденес вам бур. Вам сказали... Потому что я стану не в октябре, поэтому буденес войсся сразу вдруг добрый. Вам сказали о том, что надо в кармане носить соль, чтобы не было сглазов. Но, а вам, конечно, сказали, что у вас очень добрые глаза. И вообще добавили то, что глаза у всех добрые. И вы готовы познавать что-то новое. Ну и, конечно же, пришли к нам с добром. И наши предки в каждом каре, запомните, пожалуйста, слово кар, это город. В Кудынкаре вы тоже очень много его сегодня раз услышите. Стояло священное место, Вичгу. Вич это пост, Гу это дом. Куда наши предки подходили, приносили дары и тем самым верили в то, что верховные боги им обязательно дадут благополучие в семье, что будут хорошие урожаи, что у всех будет хорошее здоровье, и у всех все будет хорошо. И если вы также хотите, чтобы у вас было благополучие, чтобы получить хороший урожай в этом году, можете оставить конфетку, монетку, поднести в дар нашим богам. Так, вот, нормальные, как кармашки. У кого что есть? Конфетка, монетка? Эдролей-то? Да, конечно, конечно. Вот, я грызая еду. Че съели? Без картошки, конечно же, не надо. Картошка, где-то, значит, врач? Классно. Монетку. О, это че такое? Штуки такие висят. Классно. Там иньва и ирга поспевает, смотрите. Ирга уже красная. Но мы на севере Пермского края, здесь все попозже. Птица также является оберегом у власти. Но еще есть третья, третья версия. Это даже не версия, это, в принципе, в каждом доме должна висеть птица счастья. Именно деревянная. То есть, вот прямо над потолком вывешивали. И это обережная птица. Не только для власти, не только вот символ бога, но и обережная птица семьи. Давайте, давайте обнимаем. Чтобы быть лучшими начальниками. Так нравится. Ну что, проходим дальше, ближе, ближе к нашему заветному кладу. О, какие, какая обувь интересная. Ух ты, как красиво. Ух ты, Уфтырпу. Вот скажите мне, пожалуйста, из чего берет силу дерево, растения и земли? А в земле что? В земле корней. Вот точно так же и мы с вами берем силу от наших предков. Это семейное дерево Уфтырпу. И говорят, не будет счастья тому, кто посмеет срубить дерево, либо кто посмеет войти в чужую семью и нарушить его. Нарушить его, семью. И вот сегодня вы можете своей семье загадать только все самое-самое лучшее. Нашептать вот этой вот волшебной веревочке и оставить на семейном дереве. Спасибо. Просто ее повесить? Да, ее, да. Пойдем, нашептим. Сейчас это сделаем. Смотрите, вот. Древорода Уфтырпу. По-компермятски. Я свою нитку повесила. Древний коми промысловый календарь. Это кольцо-календарь с фигурками пяти животных. Двух округлых знаков и множество насечек. Смотрите, что тут. Шишки вот такие интересные. Так, потом часики. Земляника внизу под ногами. И еще вот такой цветок прикольный. Смотрите. Ой, смотрите, земляника. Мы когда проезжали, тут прямо ведрами люди собирают. У них тут земляничные места. Сладко-сладко. Вот и охотник у нас, пожалуйста. О, классно. Бурлон. Издалека приехали. С Перми. С столицы, да? Края нашего. Перед вами находится древний календарь компермяков. Здесь забрали пять животных. А в самом древнем календаре было девять. Но там плюс входили все ценные породы рыб. А почему девять? В году было девять месяцев. А в одном месяце было сорок дней. Что-то напоминает вам об этом? Девушка. Девять месяцев. Девять месяцев это что? О чем напоминает? Беременную. 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 А сорок дней? Поминки. Именно каждому животному принадлежал месяц. Рождение и поминки. Именно в этот месяц нельзя было охотиться на это животное. Тем самым сохраняли популяцию животных. А в вашем роду есть охотники? Были охотники? Рыбаки? Ну, может быть. А где-то у нас есть. В кого есть охотники? В центр стреляете? Значит, ваша добыча. Прямо там вот сейчас сидит уточка. Ого, уточка. Делайте вот такую вилочку. Вот, зажимайте стрелок. Потому что охотник ходил по лесу. Всегда было наготове. Что в любой момент раз. И выстрелы. Делай. Пальцы-то большие. Другие пальцы спрячь. Ой, как пахнет ягодами, земля некой. Они говорят, у нас ее столько. Мы ее не собираем уже. На местных лугах, полях. О, дальше-то еще круче. Этот парк-то огромный. Смотрите. Нам с Омой просто обалденно, как тут нравится. Там, смотрите, вода, речка. Хорошо, что я обувь такую надела. Специально. Там обрыв, кстати. Можно упасть. Вон, водичка. И она вот так идет. Вернее, оттуда-сюда. Это ирган. Она тут не спелая еще. Только немножко спелая. Вот. Поэтому вот прямо на лодке есть золотые рыбки. Загадайте сумму необходимую вам в ближайший месяц. Подойдите, приложите свою ладошку к этой рыбке, но со словами чур-меным. То есть чур-мне. И та сумма, которую вы загадали в этом месяце, к вам обязательно придет. Вот это вот что такое загородки какие-то. Башня. Ну что, кто помнит, что такое Кар? Город. Это город. Конечно же, вот каждый город всегда строился на горе. На высокой горе, да? На одном из самых высоких мест стояла сторожевая башня. Как только вы услышите ку-им, вы должны будете тянуть. Тянуть скалку. Запомнили? Эпик ку-им. Давайте повторим. Эпик ку-им. Ай, какие молодцы. И как только услышите ку-им, должны друг на друга, друг на себя тянуть. Хорошо? Ну что, готовы считать? Итак. Эпик ку-им. Тянем, тянем, тянем. Опа. Тянем специально, оно очень хорошо нарезалось и тонко. Оно высыхало хорошо. Делали несколько вот таких лучей нарезалось, соединялись. Тут смачивали все, чтобы дольше тряло. И поджигали. Делали, и горело, и получался свет. Ну, кто попробует? Ну что, желающие? Нет, все будет. Нет, почему же вы что? Да иди сюда, я тебе помогу. Давай, иди сюда. Ну толстая бруда. Ничего страшного. Ну давай, нажимай. Я буду держать, ты жми. Ну давай, давай. Сегодня силу уже свою показал. Вот молодец. Молодец. А поджечь? Почему? Было вот такое приспособление. Ну это, конечно, примитивное. Это наподобие того. Брались вот так, типа веретина такого небольшого. Ветка сухая. Сухая ветка. И мох. Мох. Вот так сделали. Брали палочку, специальная палочка, да? Откладывали мхом. Нет, сначала надо было... Двоем держали. Сильно не прижимай. Не прижимай сильно. И вот таким способом... Не прижимай, не прижимай. Я не прижимаю. Убери пока, убери мох. Пак, убери пока. Сильно. Эй. Не подожди пока. Подкладывали уже мох сухой. И поджигали. И вот таким способом получалось... Добывали? Добывали огонь. Ну и старались огонь в печи, не тушить. Не тушить старались. И всегда отставали. Всегда оставляли головешки какие-нибудь такие, и они горели. Их постоянно поддерживали огонь. Вот таким способом. Да, вот хотел сказать про золотую, что у нас кочевники были. Вам сказали про золотую лодку. Вы легенду все рассказала? Да, что лодка затонула. Мы даже заказали сумму необходимую нам, да? Чтобы найти. Но вам сказали, что нужно знать какие-то заветные слова. Но почему легенда, говорят, что это не легенда на самом деле. Буквально вот здесь вот этот лес когда-то. И к нам сейчас велись недавно раскопки. И там нашли залежи серебра. Там были как кузницы уже. И в то время уже, ну, были, здесь кочевые народы проходили. И говорят, что в одно время нашли буквально лет 20 назад, вот здесь ключ, демоключ есть, нашли серебряную чашу огромную. Она сейчас находится в Перми, в музее. Вот, отсюда. И говорят, что действительно, на самом деле, эта лодка существует. Очень многие искали эту лодку. Та же самая золотая баба, которая была. Она существует, это по легенде... Ну, легенда на чем-то все равно складывается. Василий Васильевич Климов, который здесь жил у нас, по его книге «Заветный кладный» придумали вот этот оттенопарк. Эта золотая баба действительно есть. Она на самом деле где-то находится. Находится легенда то, что здесь в Пишни, говорит, есть три сосны. И в центре она находится. Очень многие искали. Много было раскопок. Но пока никто не нашел. Но почему золотая баба, еще все спрашивают. Почему баба именно? А оказывается, коим-беремяки были... Женщина была во главе немножко стояла. Был как матриархат немножко. Ну, вот такую историю я вам рассказал. Много чего рассказал, да? Много чего узнали. Друзья, какие у вас еще есть вопросы? Если хотите вопросы, задавайте. Как переводится Пишнигард? Пишнигард было Лешьена. И когда был перепис населения, и вот этот переписчик, который Лешьеннагорд, написал Пешнигард. Лешьена, это первый житель села Пишнигард. Лешьена, это первый житель села. А Горд, это дом. Горд, это дом. Но легенда то, что отсюда... Вот здесь, в этом месте, по идее, зародился Пишнигард наш. Но по легенде, когда два брата здесь жили, ушли в лес, и кочевники пришли и убили своих жен. И вот два брата переселились вот сюда. Выше. На починок уже. А кочевники-то кто? Что за люди-то были? Вот сказали, что худмурты, которые кочевые народы были, татары. Вот они все здесь проходили. Тут шел... Еще говорили, что шелковый путь вот этот проходил все. Вот у Иванова. Да, у Иванова в романе написано. Вот который мы недавно озвучили, фильм я озвучивал. Он выйдет буквально в октябре. Сердце... Да. Сердце Пармы. Я и снимался там тоже в этом фильме. В Губахе снималась этот фильм. Так что вы к тебе смотрите. Выдаешь себя, Лешьяна? Выдаешь! Ну, там сказали, что будет один полный метр, но выйдет потом еще 8 серий. Сериал небольшой выйдет. Будем смотреть специально, внимательно. В кинотеатрах это будет полный метр, а потом будет сериал уже сделан небольшой. Слушай, по телевизору. Ход и выход в дом был один? Один, да, только один. Вот запасные, мало ли, если кто-то... Они закрывались изнутри, запирались. А может быть еще какой-то вот... Нет, не было. О, тут, видите, можно пикники устраивать. Столько ерги у них. Некоторые, кстати, не знают, что это за ягода ерга. Вот это все деревья ергишные. Качалка, качелька. Сосны там, лиственницы. Пахнет рекой, потому что она вокруг нас идет. А это, смотрите, какой истукан древний. Коми были язычники. Пока их насильно Стефан Великопермский перевели на православие. И если совсем маленькие, то не завязывались бантики. Далее, когда девочка уже наступает в такой возраст, когда уже можно искать ей жениха будущего, уже повязывается бантик. По бантику уже можно было узнать, что... Девушка. Да, девушка-невеста. Вот. И надевался на голову венец. Дама замужняя. В ночь перед свадьбой. Ей расплетают из одной косы, делают две косы. Повязывают вот уже вот по голове. Надевают шамшуру. И сверху платок. Шамшура это шамшура? Шамшура это головной убор замужней женщины. Как шапочка? Как шапочка. Да, как шапочка не буду. Но или, или вот, конечно, вот платочек. Все, дама замужняя. Голова все закрыта. Ничего не видно. Вот. Вот такой вот коми-пермятский костюм. Ну, у мужчин, конечно же, это рубаха. Далее штаны. Где у нас лишь ема. Ну, и точно так же лапки. А сейчас уже, уже сапоги. Лапки не выдерживают, видимо. Кого? Ну, экскурсоводов. Три дня говорят, все, поменять. Лапки-то не... Не выгодно ходить. Лапки не выдерживают танцев наших коми-пермятских копитап. Когда раз, два. Вот кэта. Ну, у мужчин также есть и кэта. Кэта. И кэта, и сапоги. У сапоги вот эти. Да, да. Кэта. Ну, мы помним о том, что мы с вами искали тот самый заветный клад. Вставляйте, пожалуйста, в круг. О! Вот мы нашу полянку. И вот вы сегодня, может, даже и не знакомы некоторые, да, с друг с другом, но у вас будет целый день, чтобы найти, чтобы вообще познакомиться и найти того самого друга, который всегда будет с вами рядом. Ну, и мы же с вами живем на одной территории, поэтому... Мухи кусаются, вообще кусачьи мухи. Сегодня у нас 16 июля, суббота, и мы путешествуем по северу Пермского края в Коми-округе. Раньше это был Коми-округ. Коми-пермятский автономный. Мы благодарим вас за то, что вы сегодня вот такой вот привезли нам такое солнышко. У нас два дня уже ливень. Что нашли время, что отбросили все свои домашние дела, все свои заботы и приехали на нашу Коми-пермятскую землю. Благодарим вас. Я вам сказала спасибо. До новых встреч. Пишнигард. Пишнигард. Такие места нормальные. Нам так понравилось. Нам просто нравилось ехать и смотреть в окно. Этот этнопарк так окружает. Этот этнопарк бесплатный. Открыт круглый год. День и ночь можно заходить. Проводить здесь время. А сейчас мы поедем в сам Кудымкар. У нас будет обед с Коми-пермятской выпечкой. А потом мы пойдем в музей. И еще у нас будет прогулка по Кудымкару. Что, Валентина Сергеевна, вам нравится? Маме сегодня вообще нравится, да? Очень. А я тебя кое-как уговорила на эту поездку. Нам казалось, ой, да какой-то Кудымкар, да там чего смотреть, неинтересно. А вот это лодка, золотая лодка. Легенда была про нее, да? Нам рассказывали, что где-то она закопана или что? Затонула. А, затонула с золотом. Не это конкретно. Ну, понятно, что. Но ее найти никто не может. Ой, мы как будто, знаете, в 80-е, даже не 90-е. Здесь все какое-то старинное. Никакого сайдинга тебе. Ничего. Вот я как будто к бабушке в деревню вот раньше приезжали. Дома, видите, все такое старинное. Это у них календарь такой, видишь? Старинный, круглый. Потом почитаем дома. Я сфоткала. Погода сегодня хорошая. В том плане, что всего 25 или 26 градусов. И тщение. Да, не 32. Но тут что-то, конечно, облака грозовые ходят. Вот, видите, как все тут красиво сделано. Смотрю, я смотрю, как это было. Так. Это на парк заветный клад. Грозды тут летают. Такая деревня, которую я люблю. Простая, без прикрас. Такие вот домики тут, смотрите. Да, да, да. Тут домики. Рябина. Потом будет красная. Такие бабочки тут красивые. В общем, мы довольны, что мы поехали, да? Да. Так, вот сейчас мы до моста дойдем. Инва. Инва. Ва, это Ва, да. Бабочка тоже вон сидит. Там еще по кубинку, короче, погуляем. Там немного будет гулянства. Речка. Пахнет рекой. Там кувшинки, кстати. Смотрите, кувшинки. Желтые. День пахнет. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!